Обращение с отходами, их сортировка и переработка. Эти вопросы в регионе в последнее время звучат регулярно. Оно и понятно. К 30-му году субъект обязан выстроить работающую систему утилизации мусора. Но пока она идет с пробуксовкой. Услуги рекоператоров до сих пор представлены неравномерно. Да и за вывоз мусора жители многих сел по-прежнему платить не хотят. Плюс не везде представлена даже минимальная инфраструктура. Так, если на закупку мусорных баков Край еще смог выделить средства 260 миллионов рублей за три года, то к созданию площадок под контейнеры призывают исключительно муниципалитеты. В крайнем случае контейнера можно ставить на землю и при этом услуга будет оказываться. Но с вас эти полномочия тоже, коллеги, никто не снимает. Не надо постоянно смотреть в рот краевому бюджету. Нам необходимо сегодня 536 организовать контейнерных площадок и 943 контейнера. На это нужно, соответственно, 28 миллионов и 14 миллионов рублей. Всего 42 миллиона рублей. При бюджете в 410 миллионов рублей нашего, это 10 процентов, мы, конечно, сами не справимся с этой задачей. Остаются вопросы и к мусорным рекоператорам. Жители Хабарского района, к примеру, жалуются на компанию за то, что та не устраняет свалки, а множит их на полях. В итоге в трех зонах, включая Славгородскую, решено сменить рекоператора. Мы готовы рассматривать вопрос по лишению этого регионального оператора статуса. К 2030 году в крае должны ликвидировать больше тысячи свалок и половину годового оборота мусора пустить в переработку. Построить бизнес на отходах нашлось немало желающих. Сейчас на рассмотрении в Министерстве природы находятся документы на создание четырех мусороперерабатывающих комплексов. Все инвесторы не местные, но в общей сложности они готовы вложить свыше 11 миллиардов рублей. Из общего годового объема такого на территории Алтайского края в 523,5 тысячи тонн необходимо приступить к захоронению, утилизации 260 до 1,5 тысячи тонн. С этой целью на территории Алтайского края до 2030 года необходимо построить объект обращения с заходами общей мощностью 550 тысяч тонн. Всего в планах построить пять мусорных комплексов. Где они разместятся, пока конкретики нет. Известно лишь, что одна из компаний пожелала построить объект в селе Санниково Первомайского района. Напомним, ранее жители этого района встали стеной против современного экотехнопарка от другого инвестора и проект в итоге заморозили. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.